Но большинство евреев откупалось от чиновников, просто платили взятки. Ну, из-за коррупции, как бы это тоже сходило в этот срок, значит, коррупция была тотальная, поэтому евреям приходилось платить еще и всякие взятки чиновникам, чтобы их не трогали. Но все равно жизнь была такая очень напряженная. Добровольно-принудительная система христианизации началась. Эта система очень страшная. Она формировалась веками. Когда на Русь, в Киевскую Русь, пришло христианство, кто помнит? В каком году? 988. Да, да, да. В конце 10-го столетия. Вот к концу 10-го века, когда Владимир, да, великий, он же Василий, когда он крестился, его нарекли Басилию, Василий. А так, значит, когда вот этот царь Басилий, да, или князь Владимир, когда он принял христианство и стал крестить Киевскую Русь, то он перенял эту методику просто-напросто. Добровольно-принудительного христианства. Даже в ленписях, если читали, слышали, то его указ по поводу крещения киевлян был такой, очень простой. Прийти всем к Днепру и принять крещение. А кто не придет, тот мне не друг. Не другому князю быть в то время было бы, но это, ну, будет так быть, не жалеть такой человек, как ни слова. Ему надо было просто было все бросать, взять, что может он взять и бежать, куда глаза глядят, где князь его не мог бы достать. Одним словом, это означало быть изгорем общества. Ты был вне его защиты, вне его власти. И любой человек мог тебя обидеть, безнаказанно ограбить, убить даже. Ему за это ничего не могло. Ты был не другому князю. Вот, и киевлян крестили довольно активно. Вот, кто сопротивлялся, тех за руки, за ноги там бросали в Днепр, выходящих уже поздравляли с принятием крещения. Вот, значит, ну, доходило до комичного, но и трагичного, потому что особенно на севере, там, где вот новгородцы, допустим, сопротивлялись там до последнего, значит, то там уже заплывали костры инквизиции византийской православной. Вот, и после Второй мировой войны, когда археологи раскапывали пепелищи, эти новгородские знаменитые, работали детинцы, работали на пепелищах новгородских, то есть издание Академии наук СССР еще об этих раскопках 70-х, 60-х, 70-х годов. Так вот, археологи ахнули. По самому скромному предположению, во-первых, они нашли огромное пепелище, то есть это то, что оставалось от этих домов новгородцев, одним словом. И в каждом пепелище они находили клад. Это как бы для археологов это хорошо, конечно, но для историков это очень дурной знак. А дурной знак почему? Потому что если бы с этой семьи кто-то бы вернулся бы из членов семьи живым, то значит, клад бы он достал, ну, заначку он бы достал, одним словом. А раз клад был на месте, не тронутым, значит, никто из этой семьи, а семья там включала коктейль чеченский, это было, ну, до сотни, допустим, там, значит, там, дядя, тетя, значит, племянник. То есть это была целая большая семья.